В минувшем году Тверь заняла третье место среди городов с населением до 500 тысяч человек в рейтинге Greenpeace по уровню доступности раздельного сбора мусора. В настоящее время на большинстве контейнерных площадок областной столицы и в ряде поселений Калининского района уже внедрена так называемая дуальная система сбора ТКО. Однако познания самих жителей в области раздельного сбора твердых бытовых отходов чаще всего ограничиваются информацией о том, что зеленый контейнер для смешанного мусора и синий для пластика. Как работает система сбора, сортировки и переработки вторсырья на территории Тверской агломерации в ходе пресс-тура продемонстрировал региональный оператор по обращению с ТКО Тверь спецавтохозяйства. Обычный двор в Заволжском районе Твери на улице Благоева. Здесь, как и на большинстве других придомовых территориях города, установлено два вида контейнеров для сбора бытового мусора. Зеленый для смешанного и синий для пластика, стекла, алюминия и картона. Именно вот на этой ничем не примечательной контейнерной площадке начинается большой путь вторсырья до его дальнейшей переработки. За такими ТКО приезжают специальные синие грузовики компании Тверь спецавтохозяйства. В кузов отправляются бутылки из-под газировки, молока и подсолнечного масла, пластиковые канистры, стеклянные тары и другие отходы, которые можно использовать повторно. Региональный оператор постоянно проводит работу с жителями, такую разъяснительную работу, что куда необходимо класть. Это на самом деле очень важно, потому что очень много ошибок. И, к сожалению, пока люди не привыкли еще к культуре, скажем так, обращению с отходами. Это подтверждают и цифры. На сегодняшний день, рассказывают в компании Тверь спецавтохозяйства, раздельным сбором отходов охвачено лишь 34% общей численности населения Верхневолжья. Количество площадок, где есть возможность поделить мусор на фракции, достигает 800. Все собранные из таких площадок твердые коммунальные отходы отправляются сюда, на полигон, расположенный на 21-м километре Бежеского шоссе. На полигоне сортировка мусора осуществляется в несколько этапов. Сначала все содержимое синего мусоровоза попадает на движущуюся ленту, затем от вторсырья отделяется грязь и все то, что на дальнейшую переработку не пойдет. После чего прибывший на полигон мусор делится на фракции. Ключевой процесс сортировки бытовых отходов. Именно здесь, вручную, бумага отделяется от алюминия, пластик от картона. Производительность комплекса составляет 20 тонн в час. Если мусор смешанный, то где-то мы отбираем 15% с этого объема. Если мусор разделенный уже нашими жителями, то с этих машин мы берем 70-80% от всего объема. На сегодняшний день на полигоне отбирается порядка 15-20 фракций, которые потом используются повторно. К примеру, ГОВКартон забирает Каменская бумажно-картонная фабрика в Кувшиново. Книги и прессованный картон отправляются в Санкт-Петербург и Новгородскую область. Металл перерабатывается на Череповецком металлургическом комбинате. Стекло в Подмосковье. А пластик, спрессованный вот в такие брикеты, каждый по 250-350 килограммов, забирает в себе Тверской завод вторичных полимеров. Это одно из крупнейших предприятий нашей страны, на котором ежедневно перерабатывается около 1700 тонн пластмассы. Ежемесячно завод дает новую жизнь более чем 60 миллионам пэт-бутылок. Ездили все в автомобилях. Все, что пластик серый на панели, дверные, все вот это пластик наш, который в том числе и эта бутылка. Это самое распространенное. Также делают геотекстиль, делают синтепон, делают специальные покрытия для крыш. То есть большой номенклатурный ряд продукции. И этот ряд может быть расширен еще больше, если каждый из нас будет ответственно подходить к раздельному сбору твердых коммунальных отходов, а также к их минимизации. Помните важное правило. Пищевые отходы нужно отправлять в зеленые контейнеры, пластик и все то, что может пойти на переработку, в синие. Также возможно улучшить ситуацию с раздельным сбором ТКО и расширение географии программы по сортировке мусора. На сегодняшний день эта работа ведется лишь в Твери и Калининском районе. Муниципалитеты в ней участия не принимают. В итоге лишь треть жителей региона имеют возможность разделять свой мусор, что, разумеется, по меркам одного из крупнейших регионов ЦФО крайне мало.